В формировании намерения есть один пункт, и дабы этот пункт у вас хорошо получался, необходимо его удерживать. И вот там нужна будет практика, и для этой практики вам понадобится желательно листок А4 и, если есть, карандаши или фломастеры. Эту практику она называется, сейчас, я её назвала, вдохновляющий гуру. Спасибо большое, всем привет! Давайте, подключайтесь, зовите ваших друзей, обязательно им расскажите про вчерашний эфир, который стоит тоже посмотреть, потому что, когда мы допускаем ошибки, у нас ничего-то и не получается. А потом, сначала нужно исключить все ошибки, а уже потом корректно и правильно формулировать намерения. Так, ну что, поставьте, пожалуйста, огонёчек, кто посмотрел вчерашний эфир. Привет, 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 привет. И не забываем готовить свои красные блокнотики и ручки, чтобы записывать. Так, а я пока сейчас шпаргалка... Ой-ой-ой, что я сделала? Пока вы пишете, я сейчас себе свою шпаргалочку-то и увеличу, чтобы мне всё видеть. Так, новенькая. Хорошо. Все, кто новенький, сейчас тогда для того, чтобы вам зашло, да, вам нужно обязательно всё записывать, потому что... и потом пересмотреть вчерашний эфир. Он сохранён и будет в доступе пока, вот, получается, до послезавтра, до вечера. То есть мы, когда проведём тренировку, послезавтра у нас с вами тренировка на желание, то есть чтобы закрепить это всё дело, да, тренировочкой, потому что мы сейчас проводим тренировки, которые тоже помогают и в том числе исполнять желание. Ну, мы там на разные состояния их проводим, помимо фигуры. Вот. И мы сделаем с вами эту тренировку, и после этого мы удалим все эфиры. Поэтому, пожалуйста, почему я это говорю? Потому что мне важно, чтобы вы начали работать. Кому слишком долго может выйти? Ребят, ну, если вы пришли сюда негативить, если вам не нравится, значит, я не, ну, там, не знаю, не ваш наставник. Выйдите просто молча и всё. Вот. Я сейчас объясняю правила, которые необходимы для того, чтобы это всё было максимально эффективно для вас. Так вот, обязательно посмотреть первый эфир, потому что это методика целая, да. И для того, чтобы у вас это всё работало, вам необходимо это всё делать. Ну, по крайней мере, понимать и осознавать. И второе. Ещё раз повторяю, что эта вся информация собрана мною из различных тренингов, которые я прошла и вложила уже почти 4 миллиона, вчера посчитала, да. И, соответственно, я сейчас эту информацию даю бесплатно. Это вся информация из платного курса, который я проводила. Всё. Поехали. Взяли. Кто взял? Кто готов? Так, я... А, вот огонёчки. Огонёчки. Всё. Увидела. Хорошо. Поехали тогда. Значит, сейчас я добавлю... Открывайте листки бумаги или блокноты на той странице, где вы писали ошибки. Да? Ошибки. И мы сейчас к этим ошибкам с вами вернёмся. Так, секунду. Я сейчас тайминг сразу, тезисы отправлю своим коллегам, чтобы им было проще прописывать тайминг. Валя, секунду. Так. Всё. Готово. Итак, я уже не помню, с какое количество там было ошибок, да, вчера, поэтому сегодня я просто продолжаю, а вы записываете. Одна из тоже очень больших ошибок, которые мы допускаем, когда загадываем какие-то желания или выстраиваем свои намерения, это слишком завышенная значимость, значимость этого желания, зацикленность на этом, да. Почему, когда мы начинаем срочно хотеть ребёнка, вот у меня, например, была ситуация, да, когда я очень сильно хотела ребёнка. Я чего только не делала. Ездила, летала в Москву к Матроне, там, и проходила кучу обследований и лечений, там, всего остального, но ребёнок никак не случался. Почему? Потому что у меня была чёткая позиция, я хочу родить до 36, там, потом я хотела до 39 и так далее, да. И была вот эта зацикленность, всё, хочу, мне надо срочно, я видела кругом одних беременных, да, и так далее. Высокая значимость была, да, не было доверия вселенной, я хотела здесь и сейчас. Привет, привет. Вот. Вот значимость и зацикленность отодвигает нас от исполнения желания или намерения. Когда мы говорим о том, что, когда мы, как бы, отпускаем, да, вот у Лены Блиновской на курсе, что там делается? Там делается отпускание желания, то есть они там определённые техники делают, да, и в последнем, последним действием у них идёт запуск там шариков или чего там ещё. Ну, когда-то там давно, да, там, я когда видела этот марафон, я помню, что там были шарики. Вот. Ну, собственно, это такое условное, условное, ну, как бы подтверждение там действия, да. У меня сейчас немножко другое, другие действия, и я вам об этом потом скажу, как я понимаю под запуском желания или намерения, тире ещё и цели, да. Так вот, мы должны убрать за значимость, мы, и за цикленность на том, чего мы хотим, когда мы загадали. Мы загадали и отпустили, да, сделали карту желания и отпустили. Вот она стоит у нас где-нибудь в шкафу или в зоне нашей видимости, и мы просто периодически туда подглядываем. Но не сидим и не крутим себе в голове, что я хочу синий Мерседес, я хочу синий Мерседес. Я загадала и отпустила. Придёт, да. Дальше. Принятие. Принятие. Что это такое? Вчера, мне кажется, мы говорили об этом, но, а может быть, и не говорили. Я, если что, повторюсь, не обижайтесь, просто уже много информации очень. Принятие. Что это такое? Это когда мы принимаем тот факт, ну, там, свою точку А, да, мы принимаем, что вот где мы сейчас находимся. Когда мы принимаем, что, а если вдруг моё желание не исполнится? А если вдруг моё, ну, к похудению, конечно, это уже, ну, как бы, это не про волшебство, так сказать, да, это уже конкретное твоё желание, которое ты реализуешь в цели. Хотя намерение, желание, которое ты хочешь, чтобы у тебя точно реализовались, мы потом с вами будем формулировать в намерение, да. И, по сути, это я потом объясню, чем отличается желание от намерения. И вот намерения, они сбываются, да, с очень большей вероятностью, чем просто желание. Так вот, когда мы принимаем, что, вот у меня было, знаете как, вот я хочу, там, зарабатывать, там, 2,5 миллиона рублей в месяц, всё, хочу и капец, и у меня какой-то бзик на этой теме. И думаю, а что у меня не получается? Да потому что я другое не принимаю. Помните, я вчера говорила о том, что, когда мой доход стоял-стоял на месте, да, я не принимала тот факт, что, ну, как, вообще-то я выросла, там, да, с 60 тысяч рублей, там, в 10 и более раз. Да какой там, почти в 20 раз я выросла. И почему-то я начала обесценивать то своё достижение, да, но мне очень хотелось зарабатывать именно 2,5 миллиона рублей в месяц, и у меня не получалось, да. И когда я приняла тот факт, что я очень хочу сделать успешный запуск, да, по финансам, например, но я, когда я приняла, что мне очень хочется, но если мы даже выйдем в ноль, окей, я что-нибудь придумаю. Да, вот сейчас вспоминаю, что я об этом говорила, да, вот это самое принятие, да, что мне очень хочется, ну, ладно, если это сбудется, ну, немножко не так, как я загадал, например, да, или, ладно, если это вообще не сбудется, ну, значит, там, чуть-чуть позже сбудется, да, но рано или поздно я всё равно, я приду к своей мечте. А, да, я сегодня влезу. Точно! А я думаю, а что я так мелко и вижу тут всё? Точно! Я меньше щурюсь, наверное, да. Ладно, поехали дальше. Следующий пункт – ошибка – неэкологичность вашего желания, да, неэкологичные желания могут сбыться, но могут сбыться коряво. Зачем вам это надо? Вообще неэкологичные желания – то, что вы посылаете миру, ну, например, нельзя желать, там, выйти замуж за женатого мужчину. Ну, не надо вам это. Зачем? Пускай он сначала без вашего участия станет свободным, да, а потом вы уже будете выходить за него замуж, например. Не обязательно, не надо желать конкретного какого-то мужчину. Дайте себе волю, дайте себе, ну, вот это вот пространство возможностей, не ограничивайте себя, потому что, когда вы, опять-таки говорю, зацикливаетесь на чём-то конкретном одном, да, желание должно быть сформулировано конкретно, но не надо говорить, что я хочу выйти замуж за Васю Пупкина конкретно, да. Я хочу выйти замуж за сильного, достойного, успешного, там, не знаю, щедрого, любящего и любимого мужчину. Вот так надо формулировать свои желания и намерения, чтобы они у вас сбывались. А когда вы формулируете «хочу выйти замуж за Васю Пупкина», то вы сами себя ограничиваете. Вот такую ошибку тоже я допускала ранее. То есть, и когда вы создаёте какие-то неэкологичные желания, что такое неэкологичные, да, там, выйти замуж за женатого мужчину, например, да, то есть ты уводишь, ну, ты разрушаешь семью, да, или какие-то желания, которые не пользу принесут этому миру, а наоборот могут, ну, навредить кому-то, да, то это желание, даже если оно исполнится, то каким-то образом оно всё равно вам аукнется, ну, в других моментах. То есть оно также неэкологично к вам придёт. Что-то вам дадут, что-то у вас заберут, да. Мы хотим быть полностью счастливыми. Да, платьишко наделось сегодня, да. Следующий момент очень тоже важный. Это, ну, не столько ошибка, а просто, вряд ли, кстати, где-то это вы могли услышать, вклад, да. Вселенная охотней помогает реализовывать желания, желания, которые являются вкладом в неё, да. То есть, когда ты хочешь что-то конкретно для себя, это одно. А когда ты хочешь что-то, ну, как бы для себя, ну, то, что поменяет как-то мир в лучшую сторону, или что-то, что поможет другим людям, да, то есть, каким вкладом в этот мир, вот когда вы формулируете своё желание, нужно подумать, да, каким вкладом в этот мир является моё желание, а что, чем оно будет, ну, как бы полезно. Каким вкладом, вот давайте попробуем, попробуйте написать, вот сейчас прям сразу практическое такое, да, задание. Попробуйте написать, вот кто хочет ребёнка родить. Поднимите руку и напишите, каким вкладом в людей или в этот мир станет рождение вами ребёнка. Или кто хочет замуж выйти. Каким вкладом в этот мир станет то, что вы выйдете замуж, да. Ай, спасибо большое. Другая дата, цвет и так далее, какие-то незначительные корректировки ваших там желаний, да, ну, это нормально, я считаю, классно, что желания сбываются. Вот, девочки, ну, кто пишет, вот кто хочет ребёнка, кто хочет, напишите, как вы думаете, каким вкладом, почему это нужно этому миру, почему это нужно и важно Вселенной, зачем они должны дать вам ребёнка, зачем они должны вам дать мужа. Классно? Сама недавно эту тему узнала в тренинге, который прохожу. Ага, смотри, я хочу сделать счастливым мужчину, это будет мой вклад. Не совсем корректно. Ну, что, ну, да, одного мужчину ты сделаешь. Подумай более масштабно в этот мир, во Вселенную, каким вкладом будет то, что ты сделаешь счастливым этого мужчину. Откуда ты знаешь, что ты его сделаешь счастливым, а, например? А может быть, ты его сделаешь несчастным? Ну, то есть могут же быть разные какие-то варианты. Если замуж в пространстве счастья и любви расширится. Вот, вот, да. То есть в этой Вселенной на одну счастливую семью, да. То есть я хочу не просто выйти замуж, да, как мы формулируем. Я хочу выйти замуж за, там, такого-то, такого-то мужчину, создавая с ним крепкие, здоровые, любящие отношения, да. И таким образом мы станем вкладом в этот мир, так как на одну семью в этом мире станет больше. Правильно? Вот это уже вклад, да. То есть когда вы сами понимаете, что ваше желание на самом деле экологично, что оно действительно принесёт вклад в этот мир, тогда и начинает Вселенная и пространство формироваться таким образом, что вы встречаете этого мужчину и выходите за него замуж. Да, 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 всё. Вот, правильно, молодцы. Да, да, хочу умного ребёнка. Смотри, я рожаю здорового, красивого ребёнка, которого воспитываю в атмосфере любви, благополучия, изобилия, да, ну, там, ну, как-то можно ещё сформулировать, да, и таким образом этот мир станет на одного счастливого и адекватного здорового человека больше. Вот такая формулировка. Угу. Так. Так. Какое моё желание? Какое из? У меня их много. Так. Про вклад сказала, да, то есть очень важно, ну, вот эти моменты все не упускать. Угу. Все желания надо загадывать для себя. Мы загадываем, как, что оно становится вкладом в этот мир, но мы участники этих желаний. Мы не загадываем для кого-то, да, там, хочу, чтобы моя дочь училась там в престижном университете, да. Немножко по-другому нужно формулировать, и я вам объясню дальше. Так вот, как же правильно работать с желаниями, с намерениями? Что такое желание, что такое намерение? Желание — это я хочу, просто. Вот я хочу, и всё. Увидела там у подружки сумку Биркин, я хочу, да. Увидела, там, не знаю, картинку на Мальдивах, я хочу. Это один момент. Просто я хочу, и ничего для этого не делаю. Вот это желание, которое сбудется, не сбудется, ну, фиг его знает. Что такое намерение? Намерение — это желание, в котором есть определённое состояние, действие, вовлечённость и ответственность твоя. То есть, и отсюда истинность, да, ещё истинность твоего желания, что это оно действительно твоё. Вот. И вот эта формула, она помогает правильно его сформулировать и быть в нужном состоянии и совершать верные действия. Ну, там верные, неверные, но действия для достижения, для того, чтобы это намерение реализовалось. Когда мы формулируем намерение, очень важно обозначить своё состояние, в каком состоянии я нахожусь. Например, для того, чтобы… Ну, напишите какие-то свои желания, да, и давайте мы с вами потестируем, да, вот какое-нибудь из ваших желаний мы переформулируем намерение, да, чтобы это не было как будто бы я там сама себе придумала. Кстати, пока вы пишете своё желание, я вам немножко прочитаю то, что я вот писала в тренинге для себя, да, а что я хочу отдать этому миру, да. Это, кстати, тоже важно для себя понимать. А вообще, зачем вы живёте в этом мире, да, и что вы хотите отдать. Здесь, что я хочу отдать относительно своего намерения, да, для того, чтобы моё намерение сбылось. Вот я писала, что… Зачитываю, то есть это я сейчас не готовила, это то, что я писала в тренинге. Хочу создать команду активных, заряженных людей, вместе с которыми мы будем делать проекты, помогающие другим людям становиться счастливее и здоровее. Есть здесь вклад во Вселенную? Есть, да. Чтобы каждое новое поколение людей становилось лучше, счастливее, осознаннее. Хочу создать счастливые отношения, семью. Так на одну семью этот мир станет счастливее. Хочу принять себя и других, намерена быть любящей, отдающей и счастливой женщиной. Это, собственно, вот я вам сейчас свою историю рассказала, да, но это как бы глобальное такое. Что касается намерений, они могут быть у вас сформулированы как, ну, на какой-то долгосрочный период, да, а могут быть сформулированы на каждый день. Мы сейчас в тренинге пишем это, делаем каждый день, да, я уже полгода пишу намерения каждый день, и они сбываются. Так вот, давайте еще раз формулу эту намерения, состояния, реальность вашего желания, что это ваше желание, действия, да, что я делаю, вклад в этот мир и моя ответственность. Да, хочу быть стройной, здоровой своим примером, заряжать других на здоровый образ жизни. Давайте какое-то прям желание конкретное, надо говорить, я живу в своем... Так, сейчас. Давайте вот это вот, хочу жить с любимым мужчиной и родить ему дочь, так на одну семью наш мир станет счастливей. Смотрите, в каком состоянии ты, вот, вот, какой тебе нужно быть, да, чтобы, вот, смотрите, разбираем сейчас вот на примере... Большой ник, сложно прочитать, извините. Ну, вот, на примере этого намерения. Хочу быть с любимым мужчиной, родить ему дочь, так, это как бы... Вот это пока формулировка просто хотелки, это просто хотелка, да, это как бы даже еще и нежелание сформулированное на самом деле. Так вот, как из этого сформулировать намерение? Какая ты должна быть или какой ты должен быть, чтобы твое намерение сбылось? В каком ты должен быть состоянии? Вот, пишите сразу, я, там, допустим, мне вот для того, чтобы достичь своего финансового, своих финансовых целей, да, я понимала, что мне нужно быть, мне нужно немножко отпустить контроль, мне нужно быть, мне нужно больше отдыхать, мне нужно научиться расслабляться. И первое, что я стала писать, это я расслабленная, я расслабленная. Дальше, какой тебе нужно быть, чтобы встретить вообще такого мужчину, да, какой тебе нужно быть? Ты должна это сама для себя определить и понять, какая я, чтобы мне встретился этот чувак. Так, желательно, чтобы он был такой-то, такой-то, такой-то и классный, да, чтобы мне он подходил, и я в него влюбилась, и чтобы он меня любил. Какой я должна быть? Ну, например, я бы сказала, что я должна кайфовать вообще от этой жизни, от самой себя, да. Я, значит, формулирую дальше, я расслабленная, кайфующая. Дальше, а какой я ещё должна быть, чтобы меня полюбили, например, да? Наверное, я должна быть любящей сама, да? Соответственно, я расслабленная, кайфующая, любящая женщина. Заходит тебе такая интерпретация твоего состояния? Если заходит, пишем дальше, да? То есть мы сами с собой, ну, как бы разговариваем, какой я, какая я, в каком я нахожусь состоянии. Дальше мы подтверждаем, что да, я действительно хочу выйти замуж, да, и родить ребёнка. То есть вот это вот моя, ну, подтверждение, что это действительно моё, моё желание, что я правда этого хочу. Дальше мы говорим о том, что, а какие действия я совершаю, а что я делаю, да? Если мы это намерение создаём, ну, на какой-то долгий срок, то это может быть как, ну, как будто бы мы рисуем картинку, да? То есть уже исполнившуюся картинку. Мы её рисуем в своём воображении. Я расслабленная, кайфующая, любящая женщина, да? И как ты поймёшь, что твоё намерение сбылось, что ты вот вышла замуж, вот в какой момент? Как ты это увидишь? Например, да, ну, моё намерение я сейчас расскажу, да? Я расслабленная, кайфующая, любящая женщина. Я, 22 января 2023 года на белой яхте моего мужа отмечаю с ним, это такой еврейский у меня запрос, годовщину нашей свадьбы. Держу на руках нашего новорождённого малыша. Наблюдаю, как моя старшая дочь фотографирует на берегу наш собственный дом на берегу тёплого океана. И что там делает муж, например? Например, да, там мужчина подходит ко мне и дарит мне там какое-то там, допустим, кольцо на годовщину нашей свадьбы. То есть вот таким образом мы простраиваем, рисуем картинку. То есть эта картинка, когда вы говорите, да, эта картинка должна всплыть у человека. Вот, если вы это намерение проговариваете кому-то. Если вы простраиваете намерение на день, вот на сегодняшний день, да, то также, да, то есть тоже желательно, чтобы вы увидели эту картинку. Я кайфующая, расслабленная, отдающая женщина, да, держу фокус на цели, нахожусь в состоянии изобилия ресурсности, там, улыбаюсь окружающим меня людям, сделала каких-то там два добрых дела за день, да, сделала там что-то ещё, и в результате, в результате получаю то-то, то-то. В результате там деньги приходят на счёт, и в результате получаю две прекрасные новости, и в результате мне дарят живые цветы, да, или в результате иду на свидание. То есть вот эти вот намерения на каждый день, это у вас как бы маленькие такие шаги в достижении вашего одного такого большого масштабного глобального намерения. Понятно объясняю? Материальные желания точно так же, точно так же прописываем, да, там, ну, я же говорю, что в результате деньги приходят на счёт, можете написать, сколько денег вы хотите в этот день, да. Очень важно, смотрите, ещё раз, да, состояние, то есть понимаешь, что ты хочешь сначала, потом состояние, потом какие действия я делаю, потом вклад, да, ну, то есть вот, что ты, чем это будет хорошо для этого мира Вселенной, и дальше ты осознаёшь свою ответственность за то, что ты находишься в этом состоянии, которое ты сам себе пообещал и Вселенной пообещал, да. То есть если я говорю, что я сегодня расслабленная, кайфующая, любящая женщина, и если я в течение дня проваливаюсь куда-то в негатив, например, да, или наорала на курьера, например, да, или ещё что-нибудь, то как бы я осознаю, то есть я держу это состояние, и я это заметила, что когда действительно, как только я проваливаюсь в негатив, как только я становлюсь, там, сукой, всё, только у меня морда кирпичом, всё, сразу ничего не реализовывается, сразу всё попадаются тупые таксисты, тупые курьеры, сразу Вселенная... Какая сегодня, ты сегодня сучку включила, на тебе подтверждение, на, давай тренируйся в своей сущности, понимаете? Вот, а когда ты, хоп, такая вся открытая, это не значит, что ты всем там всё делаешь и прощаешь ошибки, нет, ты также можешь быть строгим, требовательным, да, но в целом ты всё равно несёшь позитив, да, и ты стараешься выйти из негатива, ты открыт, с открытой душой, ты готов принимать, и тогда Вселенная тебе подкидывает классных людей, классные какие-то события, классные какие-то... Когда всё бегом и куча дел и мыслей, не могу даже просто сидя с кофе, сосредоточиться на желаниях, а только на том, что мне ещё надо сделать, успеть и не забыть, не могу мечтать, желать, ничего не вижу. Ну, здесь нужно что? В сознание прийти, да, замедлиться. Почему ты бегом? Это твой выбор, потому что ты бегом. Научиться выделять время на это. Абсолютно убеждена в том, что, блин, ну практически каждый может прокрастинировать и в тупую просто втуплять в телефон, например, да, тратить попусту время. Ну, вы знаете, я как-то себя... Блин, ну я не знаю, надо объяснять, какой у меня график. Он у меня просто какой-то, блин, я не знаю, невероятный. Если честно, после сегодняшней целого дня стратегической сессии, вот просто с самого утра мы работали, с самого утра и до... где-то, ну да, где-то до половины седьмого. И я немножко подрастеряла энергию, да, я устала. Но на то, чтобы написать намерение, на то, чтобы написать потом, отрефлексировать и прописать, а что у меня в течение дня получилось, да, на то, чтобы... Бывает, что я факаплю в этом плане, когда, ну, прям тоже устала совсем и нет никаких вот в башке, вообще никаких мыслей. Но я стараюсь находить это время, потому что вот такая жизнь в беготне, это всё, ты живёшь на автомате. Ты просто, вот жизнь мимо тебя проходит. И ты не получаешь этих подтверждений, что твои намерения сбываются. Ты просто... Ну, то есть ты воспринимаешь это как данность, как какой-то факт, но даже не ценишь этого, что это с тобой произошло и случилось. Поэтому нет ничего сложного, чтобы каждый день потратить 5-7 минут времени на то, чтобы понять, а чего я хочу от этого дня? А какие у меня вообще желания? И ничего сложного нет в том, чтобы вечером потратить также 5-7 минут времени вашего драгоценного на то, чтобы отрефлексировать, что я получил в течение дня и чего я хочу дальше. Поэтому беготня, ну, как бы пока ты бегаешь, как белка, ну, ты и будешь бегать, как белка, пока ты не найдёшь эти 7 минут в день, чтобы прописать свои желания. Всё, ну, замкнутый круг. Хочешь, найди их, блин, это не час. Я вам про тренировки говорю, да, полчаса, 40 минут, там, а когда-то час выделить на себя 3 раза, 4 раза в неделю. И то у меня народ находит это время на себя. А тут 5-7 минут, ничего сложного. Ну, блин, ребят, ну, не хотите, не надо, я вас не уговариваю. Вы же, смотрите, для того, чтобы что-то получилось по-другому, нужно начать действовать по-другому. Не надо мне объяснять, что у вас времени нет. Не надо мне это объяснять. У меня тоже его нет. Но я нахожу. Так. По поводу формулировки намерения. Ну, сейчас скажу вам честно, да, я вам сейчас дала вот чисто теорию, очень коротко, очень коротко. Вообще, я этому обучаюсь ещё до сих пор, да, я уже полгода этим занимаюсь. И как бы здесь нужно, ну, либо самому, либо, ну, куда-то заходить, да, в какие-то там курсы, тренинги там и так далее. Я пока вам не могу этого дать. Ну, единственный момент, ну, я вот что, какие-то штучки я даю в трансформации, да, пока. Ещё как вариант, возможно, что мы что-то сделаем на тарифе, который будет там с моим участием, тоже в трансформации, что-то там отдельно, дополнительно. Но это сейчас, ну, как бы прорабатывается. Вот. Просто пока, даже если вы хотя бы как-то начнёте это делать, да, просто начните это делать. Пускай это будет, может быть, коряло, пускай это будет, может быть, не совсем как-то правильно. Но, по крайней мере, то, что я вам дала, запишите, начните делать, отрефлексируйте, то есть переосмыслите это, подумайте, обдумайте, начните делать. Сейчас я готова вам сказать несколько техник, таких запуска ваших желаний, которые тоже собраны мною из каких-то тренингов разных, из моего личного опыта, вот, из моих личных проработок и из книг. Если вы готовы, мы пойдём дальше. Есть прям конкретная задача, есть бизнес, открываю ещё один, что нужно в своей коробочке представить, что всё финансово успешно, я всё успеваю как. Ну, здесь, как бы, ну, я бы, знаете как, я бы могла вам предложить мои личные консультации. Ну, то есть здесь, как бы, нужно разбирать, да, я не могу сейчас вот в рамках эфира разобрать, ну, какой-то из примеров, там, либо, может быть, если в дальнейшем мы будем делать эфиры с разборами. Ну, к сожалению, на разборы почему-то моя аудитория не очень хочет ходить, да, вот так вот, чтобы вот здесь вот. То есть бесплатно я готова эти разборы делать вот здесь, в прямых эфирах, но вы не хотите сами. А так я могу сделать этот разбор лично, индивидуально, платно, на личной консультации. Вот, здесь можно там связь. По бизнесу, как бы, ну, здесь, ну, важны ряд нюансов, да, чего ты хочешь, какие сейчас у тебя, какая у тебя точка А, зачем тебе, ну, то есть там очень много нужно раскрывать. И это не в рамках эфира, там, это в рамках консультации. Во благо, во благо. Да, карта желания сбывается, и про это я вчера рассказывала. Важно правильно формулировать свои желания. Итак, техники запуска намерений-ваших желаний. Ещё раз, я надеюсь, вы поняли, что просто желание – это один момент. Не факт, что сбудется. Это просто будет, знаете, как навозь. Если вы хотите, чтобы вы реально получали то, что вы хотите, формулируйте намерения. Представляйте, ваши картинки уже как будто бы они реализовались и сбылись. Техника запуска, техники запуска намерения. Первое. Правильная визуализация. Что это такое? Ну, во-первых, это, например, доска желаний, да, формулировка, как правильно там эти доски желаний можно там в целом-то на самом деле посмотреть в интернете, да, как правильно их делать. Можно, вот у меня, а, у меня на телефоне, у меня есть на телефоне доска желаний, а есть ещё на ватмане доска желаний, которую я, ну, выстроила туда все свои хотелки, что касается, там, моей карьеры, моего бизнеса. Видите, о чём я говорю, да, что у меня на первом месте? Кстати, отрефлексируйте это тоже для себя. А что у вас на первом месте? Отношения, там, популярность, успех, там, здоровье, роскошь, там, да, приключения, какие-то путешествия, семья, да, то есть вот это вот всё у меня отражено на моей карте желаний по разным сферам жизни, чего я хочу. Когда ты чётко знаешь, чего ты хочешь, ты уже, ну, как минимум запускаешь себе сигнал в мозг, что мне это можно, да, что вот оно, вот эта картинка, она уже моя. Это первое. Ну, это как бы основное, об этом говорят все, да, там, коуч, кто там про желания рассказывает. Сейчас, ну, такой, ну, как бы, может быть, не эксклюзивчик, но, собственно, то, с чего, как я свои желания, да, исполняла и уже сейчас делала. Помните, я вам вчера показывала брелок от, так, убрала я, да, отсюда ключи, брелок от Мерседеса, да, который я хочу. Так вот, потрогать правила, да, правила, правильная визуализация, не просто приклеить эту доску желаний там или в картинках себе на телефон поставить. Потрогать, начать выбирать дом, хочу квартиру, мечты. Кто помнит, как я выбирала себе квартиру? Я же ездила, смотрела, я ездила в разное время, смотрела, я смотрела, у меня была, я понимаю, я шла к тому сначала, к пониманию, а какую квартиру я хочу, да, то есть у меня был потом четкий критерий, а чего я конкретно хочу. И начать выбирать, прикоснись к мечте, это называется, прикоснись к своему желанию, съездить на тест-драйв автомобиля, не знаю, бизнес хочу, да, тот, ну, поузнавать, начать прорабатывать конкурентов, да, посмотреть, а как это делается в другом бизнесе, а что там вообще происходит, а вообще-то мне это интересно или нет. Протестировать, потрогать, пощупать, да, тест-драйв. Сколько стоит тест-драйв проехать на, там, не знаю, на мерседесе, там, или на рейндж-ровере, или там на бентли, например, почему бы и нет? Да любой это может, любой это может. Вас никто не побьет и не накажет за то, что вы приедете и запишетесь на тест-драйв и покатаетесь в машинке своей мечты. Это такой маленький шаг, первый, дальше. А для чего это нужно? Для того, чтобы ощутить состояние обладания этим предметом, вещью, там, не знаю, начать выбирать дом, например, да, приехать, смотреть. Начните хотя бы, там, просто на Авито или на Циане посмотреть, да, какие картинки-то я хочу. А потом уже договоритесь на просмотр, ничего с вами риэлтор не сделает, если вы придете и не купите эту квартиру, да. Ну, ведь, то есть, начните совершать эти действия, вот эти первые. Посмотреть, ощутить себя в этом пространстве, да, что увидеть себя, почувствовать эту радость обладания тем, что вы, о чем вы мечтаете. Хотите вы ездить на такси бизнес-класса, да, есть у вас там, может быть, такая тоже мечта, да, вот у меня было так. Блин, ну, позвольте себе один раз в месяц прокатиться или два раза, ну, может быть, три раза прокатиться. Вы можете себе это позволить для того, чтобы ощутить и прочувствовать. Вот у меня там было, например, я хотела ездить на Майбахе, да, ну, там, я поехала, оплатила эту поездку и прокатилась. Я определила, какие Майбахи в каких службах такси лучше, где я себя чувствую комфортней, да. И когда дальше, следующий шаг, техника, сразу записывайте, да, техника якорения. Когда вы находитесь, вот пришли вы посидеть в этом Мерседесе, а лучше поехали поездить на нем, да, на тест-драйве, пришли вы в красивый дом своей мечты, походили, поразглядывали, подумали, ага, вот здесь бы я поставил вот это, вот здесь я бы перекрасил стену вот так, а здесь вот сделал бы вот такой шкафчик, а здесь бы рабочий стол и там. То есть разрисуйте свое пространство в этом доме. Кто вам мешает? Запустите свое намерение вот так, через такую визуализацию. И ощутите радость обладания этим. Радость, почувствуйте это изобилие, там, не знаю, эту роскошь, эту богатство, да, то есть вот это вот обладание своим желанием. Хотите вы ребенка, ну, понянькайтесь вы с чужими малышами, да, то есть прочувствуйте это. То есть на любое свое желание вы можете, ну, как бы оттест-драйвить его. Сделайте это. Это либо ничего не стоит, либо стоит там, ну, столько, сколько вы можете себе это позволить на самом деле. И дальше техника якорения. Заякорите. И технику якорения я вам сейчас тоже даю. Вспомните, когда, когда-то в вашей жизни была ситуация, желательно, чтобы эта ситуация была из детства, когда вы ощутили, что у вас чего-то много. Вот этот эффект вау, изобилие, богатство. Вот, знаете, у меня это было не в детстве, у меня было, я на своем примере расскажу, что это может быть, да. У меня это было в институте. У меня была мечта, я любила, обожала бананы. И мне так хотелось когда-нибудь купить вот эту гроздь бананов, вот прям вот так гроздь, и съесть их в одного. Вот прям у меня дикое было желание. Я об этом каждую стипендию мечтала. И вот однажды, я не помню, какая была скачуха, и откуда у меня там появились деньги на эти бананы, ну, потому что денег-то не было никогда. Вот. А тут чё-то какая-то была скачуха, и я пошла и купила. И вот это было состояние изобилия, радости, каких-то вот эмоций. Боже, у меня так много бананов, и всё для меня одной. И вот я вам предлагаю вспомнить. Это нужно сделать, возможно, не сейчас, да. А когда вы будете наедине с собой, когда вы вот просто сами с собой вспомните эту ситуацию, закройте глаза, вспомните её, прочувствуйте её, вот это вот состояние, вспомните своё вот это детское, когда было «Вау, фига, вот это я сейчас, вот это я сейчас как дам-дам!» Вот это вот ощущение изобилия. И заякорите. Что это значит? Когда вы прочувствуете это состояние внутри, изобилие роскоши вашей, богатства, да, счастья, может быть, любви, ну, вот тогда, в детстве, когда это было, да, вот первое что-то, вот это «Вау» ваше, ну, вот про бананы, да, я рассказала. Заякорите. Какой-то жест, я не знаю, вы можете любой ущипнуть себя, погладить себя по руке, потереть палец, там, не знаю, что-то такое, что будет означать вам вот это состояние. Купила ящик клубники. Ну, я сейчас тоже относительно равнодушна к этим бананам. Я их ем, я их, ну, так же там люблю поесть, но уже у меня нет такого, да, но вот это главное состояние моё вот в той, в моей юности. С мороженым у кого-то было. Можно заикорить покупку, о которой мечтала. Можно, да, желательно вообще вот найти вот это вот истинное, вот самое начало вот из детства, когда вам, не знаю, подарили куклу, может быть, какой-то вау-вау-вау, и вы такие, вот это вот, когда восторг был, обладание чем-то таким. Вот эти эмоции нужно вытащить и заикорите. Любым, любым каким-то жестом, там, не знаю, ваш шест должен быть. И дальше. Как усиливать это якорение? Как так, чтобы оно у вас работало, да, на вашу визуализацию, на ваше намерение? Блин, время, 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 время. Когда вы видите вокруг себя, вот идете, опять-таки, да, позиция наблюдателя, то, о чем я говорила вчера, пересмотрите вчерашний эфир еще раз, пока есть время. Позиция наблюдателя. Я иду, вижу у меня на парковке Бентли. Я вижу изобилие, я вижу роскошь, я вижу богатство. Что я делаю? Опять, свой жест. Да? Ну, мой жест это вот это. Я вижу счастливых людей и любовь. Хоп! Я периодически, вот сейчас я вам рассказываю и сама себе напоминаю про это, что нужно это возобновить. То есть, таким образом, вы якорите. Да? У меня были эмоции, когда я нарисовала эту картину. Здесь для меня вообще тут просто бесконечное изобилие. И вот она у меня, картина эта стоит. И хоп! Заикорила, да? Там было классное состояние, когда я его рисовала. Хоп! Заикорила. Увидела там мамочку беременную. Заикорила. То есть, стало тепло на душе. Хоп! Заикорила это состояние. Села в майбах прокатиться. Чувствую, вау! Я тут хозяйка. То есть, когда вы идете трогать, выбирать, то есть, драйвить свое желание, якорите свое состояние. Понятно? Объясняю. Да, ее купили. Тут такая тоже интересная история. Ее купили. Да, я ее потом обратно выкупила за дороже. Ее купили за 10 тысяч, я ее выкупила за 15 обратно себе. Вот. Ну, потому что мне захотелось ее себе оставить. Вот так. Понятно. Отлично. Все, поехали дальше. Первый шаг к мечте. Сегодня я написала в сторис. Вот кто успел до эфира посмотреть, да. Вот. Мы сегодня работали у меня здесь с командой, с наставниками. Мы работали по масштабированию бизнеса, да. По работе в команде, по выстраиванию коммуникаций в команде, по бизнесу. Для того, чтобы мое намерение, моя цель в создании лучшей команды, да. Которая, я хочу создать команду активных, заряженных людей, которые вместе, с которыми будем делать проекты, помогающие людям становиться счастливее, здоровее, да. Вот видите. Для того, чтобы оно реализовалось сразу же после этого обучения, да, которое сегодня у меня происходило, ну, после этой работы я сразу сделала первый шаг. Я, ну, из того, что мы наметили, я сделала то, что я могу сделать прямо сейчас. То есть вот это первое действие в достижении своей мечты, желания, намерения, да. То есть это уже там, ну, как бы уже там, типа как цель идет. Первое маленькое действие. Загадал, принял, пошел, сделал. Маленькое, не обязательно сразу там что-то делать, но какой-то маленький шаг. Что я прямо сейчас сделаю для того, чтобы мое намерение реализовалось? А то Антон, да, да, но Антон получил благодарность. Так, понятно? Очень важно сделать первый шаг. И очень важно, еще раз напомню, отпустить, отпустить, не зацикливаться. И хочу, чтобы пришли, мне сегодня подарили цветы, живые цветы, да, формулирую правильно. Хочу, чтобы, потому что я когда формулировала просто цветы, то мне там смайлики присылали цвета, цветы, то мне дарили деревяшки какие-то, цветочки. А когда стала писать живые цветы, стали приходить живые цветы. Да, да, Антон, у Антона все максимально экологично. Это было, это было мое личное желание, его отблагодарить за то, что, ну, за то, что я там, как бы, короче, все, за мое слово. Это моя была цена моего слова, потому что я пообещала ему отправить и захотела оставить. Поэтому я посчитала, что это будет экологично. Вот. Так, все, у нас остается, а у нас остается, наверное, совсем даже минут пять. У нас остается минут пять. Блин, я не успеваю вам дать технику, вдохновляющую гуру. Давайте мы эту технику оставим. Давайте мы эту технику, как раз вы все подготовите листочки А4 и фломастеры. И мы эту технику с вами сделаем завтра на живой тренировке с желанием. И там эта техника, как, вот, как входить в нужное вам состояние и как его удерживать. По сути, даже как быстро войти в нужное состояние. Вы же видите, что я сейчас, да, вы все знаете, какое событие у меня произошло вот буквально на днях. Ну, печальное. Печальное. Вы не думайте, что я там сейчас такая, вся такая веселая, что я ничего не переживаю до сих пор, как бы, и такая быстренько раз-раз переключилась. У меня есть определенные обязательства, да. Моя работа связана с тем, что я должна находиться в ресурсе и в состоянии, потому что я общаюсь с вами. И долго там ныть в историях я не могу. Ну, собственно, я и там и не ныла, я вам просто показала, что вот у нас вот такое случилось. Ну, как вы думаете, легко мне было перейти в другое состояние из состояния депрессии, переживания и печали, да, в другое состояние изобилия ресурсности и жизнерадостности? Во благо, во благо. Конечно, ну, не зная, ну, не обла... Раньше я бы не смогла так быстро восстановиться, да. Ну, конечно, тут еще сыграли там роль определенные вещи, да, что собачка там совсем недолго с нами была там и так далее, да, как бы. Но я смогла переключиться. Если бы я продолжала бы варить вот это все дальше, я бы не смогла переключиться. Но у меня получилось переключиться, да. И тут мне сказали, что оказывается у нас там был еще и хейт небольшой, слава богу, небольшой по этому поводу, что якобы мы хайпанули на собаке. Нет, я просто решила, что больше, ну, как бы все, а что я буду об этом дальше говорить, да. Ну, как бы я сказала факт, который случился. И все, мне дальше нужно продолжать двигаться, да. У меня как вообще-то работа, да. У меня вообще-то проект идет, у меня вообще-то люди, которым, ну, как бы не особо интересно видеть Яну, которая не в ресурсе и в депрессии, да. Соответственно, вот эта техника, вдохновляющая гуру, возьмите завтра листок бумаги, А4 и фломастеры, желательно фломастеры, можно и карандаши на самом деле цветные, и приходите на тренировку. Тренировка у нас завтра состоится. Есть у нас кто-то из команды, пожалуйста, подскажите мне, я не помню. В 19.30, по-моему, у нас завтра тренировка. Так, у нас меньше двух минут осталось до конца эфира. И там я вам дам эту технику. Кто, ну, как бы, кто не хочет тренироваться, ну, зря, во-первых, потому что тренировка будет на желание. Сама тренировка, она тоже будет ресурсной. Те, кто сделают эту тренировку, ваши желания сбудутся в ближайшее время. Прямо можете сразу придумать. Для начала попробуйте сделать простое желание. Какое-то простое желание. Не надо сразу там себе масштабные цели, хочу зарабатывать 20 миллионов, или хочу завтра выйти замуж, да? Ну, что-то более-менее адекватное. Загадайте. Желаний много. Вот. Придите сразу с готовым желанием на эту тренировку. И те, кто сделает ее от начала до конца, у тех это желание сбудется, я вам точно говорю. Я вам точно говорю. Но уже загадайте, исходя, пожалуйста, из того, что я вам дала вчера и сегодня, да? Пожалуйста. Вот такое вам домашнее задание. И после тренировки мы сделаем вот эту практику. Запись, опять-таки, не знаю, сейчас позволит Инстаграм сохранить? Сохраню, конечно, но на 48 часов. Да, запись мы тоже завтра, если позволит Инстаграм, мы сохраним, но тоже ненадолго. Там, не знаю, еще не обсуждали максимум, но на 48 часов. И все это будет потом удалено. Да. Все. Отлично. Опять. Жду ваши инсайты. Жду ваши отметки в сторис. Спасибо всем, кто вчера отмечал. Я все видела. Я даже кого-то репостнула. Благодарю вас. И для меня очень ценно, если вы мне отдадите вот...